Ярко-оранжевые халаты и каски раздают участникам совещания. Без спецодежды в листопрокатный цех номер один уральской стали не пустят. Безопасность превыше всего. Перед началом общепромышленной конференции – экскурсия. Металлургический комбинат «Уральская сталь» – один из ведущих российских производителей в отрасли черной металлургии. Именно отсюда из листопрокатного цеха выходит около 1 миллиона тонн качественного металлопродукта для моста и судостроения, производства труб большого диаметра строительных конструкций. Масштаб впечатляет. Вдоль всего цеха с южной стороны железнодорожный путь проходит, внутри цеха куда ставится подача по 42-43 вагона железнодорожных для погрузки потребителям. Экскурсия длится час. После все собираются в зале. Была возможность и еще будет возможность посетить объект, который предлагает. Я просто рекомендую это дело на скользкости. Когда еще до суда доедете, когда вы подойдете, там покажете все, что есть интереснее. Открывает общепромышленную конференцию губернатор. Денис Паслер останавливается на некоторых моментах. Говорит о привлечении больших инвесторов в регион, о том, что нужно совместными усилиями создавать комфортные условия для проживания, иначе специалистов будет просто не удержать в малых городах. Речь заходит и о подготовке кадров в регионе. Благодарит предпринимателей тех, кто продолжает оказывать поддержку нашим военнослужащим в зоне специальной военной операции и вновь призывает бизнес к диалогу. Отдельно мы это не можем. Предприятие без нас, мы без предприятия. А если позиция у нас будет одна, она государственная, направлена на человека, я же многие вопросы ему удастся решить. Председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Сергей Грачев отмечает, несмотря на экономические сложности прошлого года, видно улучшение настроения оренбургского бизнеса. Говорит, что совместными усилиями удалось не допустить остановку предприятий и сокращение коллективов. Благодарит предпринимателей, ведь только от работы каждого можно рассчитывать на результат в масштабах всей области. Призывает бизнесменов быть ближе друг к другу. На секторе это не бывает, но редко бываете вы. Мы хотим сегодня привлекать вас туда, организовывать экскурсию. Мы недавно тоже побывали на предприятии технологии, и там тоже многие люди просто удивились, как раз под боком через забором делают такую технологию, которая даже не подозревает, что ее люди могут делать. Сергей Грачев отмечает, жесткие санкции ударили практически по каждому сектору. Все это потребовало оперативных решений. Председатель проявления УСПП уверен, объединяя усилия, можно и в сегодняшних экономических условиях найти пути к устойчивому развитию. Экономика выдержала однозначно, и даже показал некоторый рост. Идет переформатирование кооперационных связей, это тоже очевидный факт. И понятно, выстраивать систему подготовки кадров будет сделано так, как задумано, будет движение вперед. В завершение конференции приняли в Союз промышленников и предпринимателей новых членов 11 компаний, а также подписали соглашение между правительством области, профсоюзами и работодателями. Документ будет действовать до 2025 года.